Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Внесенная в перечне физлиц, выполняющая функциональность странного агента на территории РФ Зимфира, вслед за Ринатой Литвиновой, которая вернулась в Москву и уже гуляет, радуется снегу, опубликовала фото, майка, даты и города России, концерт. Это, видимо, какая-то концертная тур у нее был в каком-то году. Ну, естественно, люди понимают, что на фоне конфетти это выглядит как желание вернуться, жить и работать снова в России, вслед за Ринатой Литвиновой. Я напомню, они уехали, критически высказывались очень, потом денег, видимо, не хватало, создали какой-то там магазинчик онлайн, что-то продавать. Ну, в общем, как обычно, мы герои, мы герои, а без Родины мы никто. Вы знаете, дело в том, что мне про Ринату Литвинова писали, что мы, потому что о ней не говорите. Я не знаю, что говорить, что говорить, потому что мне не кажется, это содержательная личность Рината Литвинова, скажу честно. Так же, как и Земфир. Земфир, я не понимаю, почему ее считают какой-то там глубокой философией. Анечка просила снять маечки. Для меня эти песни не являются какой-то глубокой философией. Минус 140 ужас там, т-т-т-т-т-т. Это, ну, для меня это песни, поп-песни обычные совершенно уровня подросткового какого-то там 15-16 лет. Я думаю, что да, подростки могут послушать, но чтобы это было серьезно, ну, никого не хочется обижать, у всех разные музыкальные пристрастия, но тем не менее. Поэтому самое главное, что они хотят приехать, и вот караваны, они потянулись, уже кто-то намекает, кто-то прямо говорит, кто-то приезжает, кто-то возвращается. Но одно неумолимо – жить и работать в России, быть русским человеком – это огромная привилегия. И просто так разбрасываться этим, ну, это итог 20-30 лет, когда показывали всякие эти «Дома-2» и напрочь вышибли понятие патриотизма. Сейчас вернулись к этому, и политик, конечно, видно, что ведется в этом направлении, но, если не слушать Хазанова, который тут читает, значит, Льва Николаевича Толстого, что патриотизм – это рабство. Это вообще ужас абсолютней, что он делает, значит, друг Пугачевой. Но, конечно, они приедут, конечно, им некуда деваться больше, друзья. Где хлеб, там они. Это патриоты золотого тельца. Для них не Россия важна. Им важно чувствовать себя в своей тарелке, чтобы попа была в тепле, в комфортных условиях Москвы. Их квартирка, машина, они чувствуют себя над, богатые, знаменитые, вознесенные непонятно для чего и кем, звезды. Еще раз повторюсь, звезда – это плотник, звезда – это металлург, звезда – это шахтер, звезда – это учитель, потому что, если они не выйдут, то завтра не будет ребенка, воспитанного сознаниями, не будет угля, не будет, значит, металлопроката, не будет там станков необходимых. Если не выйдет скомарок, что случится? Они все уехали, пока чего-то ничего не случилось. Все хорошо, и все лучше и лучше становится. Поэтому я думаю, что вот это вознесение средствами массовой информации производится специально для того, чтобы все больше и больше зарабатывать на них денег, а делают это те, кто за ними стоит и сидит в высоких кабинетах. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Новости в формате 24 на 7. Все самое интересное в одном месте. И Рутюб Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.